Слава Украине! Приветствую от Полонского! Друзья мои, расисты показали эпизод из стрельб одного из подразделений, которых готовят сейчас на убой в Украину. И хотели всех поразить, а тут обозреватели заметили один очень интересный момент, который называется «Нарочно не придумаешь». Они показали там стрельбы из штатных гаубиц, которые там приданы этому подразделению. Это Д-30 2А-18. Ну, казалось бы, это Д-30, это гаубица, которая находится на вооружении. Действительно, она есть на вооружении, но вот это 2А-18. Это самая первая ее модификация, которая была довольно быстро снята с вооружения и поступала в советскую армию в начале 60-х годов. Это о чем говорит, друзья мои? А это косвенно говорит о том, что вот эти вот свинья нашего генштаба, которые каждый день дают с десятками разбитых рашистских орудий, в том числе и Д-30, кстати, я не сказал, Д-30 это калибр 122 мм. Это второй по распространенности советский калибр. Ну, первый это 152, а второй 122 мм. Вот, и эти пушки позже, в 80-х, кажется, уже были заменены на более продвинутые, тоже Д-30, только 2А-18М. Значит, эти 2А-18, они первоначальный вариант, они характерны, ну, большим разбросом снарядов, меньшей точностью, хотя вот по дальности они приблизительно одинаковые. Но, сами понимаете, стволы, стволы, стволы уже у них подгулявшие. То есть, они там на хранении стоят, ну, представьте себе, например, с 64-го года она там стоит на хранении. Вот, то есть, пушке, сколько ей? 60 лет. Ну, да, ну, конечно, 60. Вот, то есть, сами понимаете, есть понятие, как усталость металла и так далее. Если она там могла столько-то сделать выстрелов, пока ее там построили, вот, сейчас она уже сделает меньшее количество выстрелов. Всего пушек, вот этих вот Д-30, их выпустили довольно много, там, по-моему, что 2,5 тысячи у России было. Вот, но проблема в чем, что тех, которые первых наименований, их меньше. И они сейчас находятся на складах и спрашиваются, а чего же их потянули на фронт? Ну, потому что, видимо, те, которые стояли на складах, там, с 70-х, с 80-х годов прошлого века, все закончились или близки к тому, чтобы закончиться. Пользуются они сейчас, конечно, дрянными северокорейскими снарядами, немного иранскими. Вот, северокорейские снаряды, все знают, дрянь. Они рвут пушки, в том числе и Д-30. Значит, вот такой вот момент, что, получается, уже потянули пушки Д-30. Я уже рассказывал, потянули пушки М-46, да, М-46, это пушка 46. Понятно, какого года разработки. Эти 130-мм редкий калибр тоже, значит, северокорейцы дают снаряды. То есть, Путин уже садится на северокорейскую иглу и в тройне или в пятикратном размере платит блистательному товарищу Ким Ченныну за то, что он ему поставляет снаряды туда. Их потом все надо, правда, перевешивать, порох пересыпать. Но то такое. Российские артиллеристы сдюжат. А что же будет, когда, ну, довольно быстро они закончатся. Вы видите, вот эти вот Д-30. Они вылетают в большом количестве. Они не очень дальнобойные. То есть, их надо потянуть. У них максимальная дальность 15 километров. Если хотите куда-то доставить, соответственно, ее надо ставить буквально там рядом с линией фронта или недалеко от нее. Соответственно, они всегда находятся в зоне действия наших ФПВ-дронов и уничтожаются. Что после этого, когда они закончатся? А они закончатся там вот за короткое какое-то время. Я вам скажу. Есть у них еще один вариант пушек. Правда, ну, совсем уже антикварный. Есть пушки М-30. Кому тоже 122-го калибра. Единственное, слышите цифру 30? Да, этим пушкам 90 лет. И они где-то там на складах у них еще в каком-то количестве есть. Это пушки, которыми воевала Красная, не Советская Армия, а Красная Армия на полях Второй мировой войны. У меня все. Продолжение следует. Продолжение следует...